Здравствуйте уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий, я официально являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора США. Для того, чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. В сегодняшнем видео разберем Bionano Genomics. В начале 2021 года котировки биотеха выросли более чем на 1000%, но с середины февраля компания успела потерять 75% своей капитализации. Посмотрим по какой причине произошли столь серьезные колебания стоимости акций, чем занимается Bionano и поразмышляем о том, что может ждать биотех в будущем. Итак, поехали. Коллеги, перед тем как перейти к разбору компании, хотел бы показать вам сервис мониторинга обменников, который я нашел на просторах интернета. Называется он курсов.ком. Здесь вы можете купить и продать криптовалюту по выгодной цене и сделать это все безопасно. Цель данного сервиса это обмен электронных денег и криптовалют с минимальными комиссиями. Также в сервисе вы сможете почитать отзывы о различных обменниках, причем как положительные, так и негативные. Если какой-то из обменников предоставляет некачественную услугу, то это здесь будет указано и вы об этом обязательно узнаете. В отличие от обмена внутри бирж, здесь вам не нужно проходить вертификацию и создавать аккаунт. Просто заходите на сервис курсов.ком и совершайте операции купли-продажи криптовалюты с минимальными комиссиями. Бионаногеномикс это медико-биологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством оборудования и компонентов для индустрии генетического анализа. Компания продает свою продукцию лабораториям академических и государственных исследовательских институтов, а также фармацевтическим и биотехнологическим исследовательским компаниям по всему миру. Географически большая часть бизнеса осуществляется в Соединенных Штатах Америки. В течение большей части 2020 года акции Bionano торговались на уровне менее 1 доллара. Когда котировки достигли своего минимума в 40 центов, компания столкнулась с возможным делистингом с фондовой биржи. Однако с начала 2021 года, благодаря серии обновленных исследований, в которых использовались системы генетической диагностики компании для анализа при трудноизлечимых заболеваниях, а также благодаря положительным отзывам клиентов, акции выросли более чем на 1000% в середине февраля, достигая пиков 15,5 долларов. В течение первого квартала 2021 года Bionano привлекла примерно 350 миллионов долларов с помощью доп. эмиссии акций, а также сообщила о впечатляющих результатах работы за первый квартал, показав рост выручки на 179% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Флагманским продуктом является система Sapphire, которая позволяет исследователям ускорить путь открытия новых диагностических и терапевтических целей. Это платформа для обнаружения геномных структурных вариаций, которая значительно упрощает рабочий процесс цитогенетики. Клиническая цитогенетика – это исследование хромосом, их структуры и наследования. Хромосомные аномалии, видимые под микроскопом изменения в количестве или структуре хромосом, которые могут вызывать множество клинически значимых состояний, рассматриваемых как хромосомные болезни. Ключевым преимуществом Sapphire, по заявлениям компании, является более высокая рентабельность по сравнению с существующими цитогенетическими тестами. Sapphire использует технику, известную как оптическое картирование генома, для выявления структурных вариаций, то есть структурных различий в геномной ДНК одного человека по сравнению с другим. Bionano указывает, что существующие методы обнаружения структурных вариаций являются устаревшими и громоздкими по сравнению с Sapphire, которые способны анализировать до 5000 человеческих образцов в год. Согласно презентации для инвесторов, от начала 2021 года рыночные возможности компании находятся на базовом уровне в 3,25 миллиардов долларов с возможными результатами в диапазоне от 2,6 миллиардов на низком уровне продаж до 3,9 миллиардов долларов на высоком уровне. Так почему при такой потенциально прибыльной и конкурентной технологии, котировки Bionano упали с 7 долларов на момент IPO в ноябре 2018 года, до всего лишь 40 центов в ноябре 2020 года. Очевидно, что ответ лежит в области оценки способностей коммерциализации продукта. Общая выручка Bionano снизилась с 12 миллионов долларов в 2018 году, до 10,1 миллиона долларов в 2019 году и всего до 8,5 миллионов долларов в 2020 году. При этом за все прошедшее время компания разместила менее 100 своих систем Sapphire. Учитывая, что стратегия роста и общий адресный рынок оценивается руководством в 2,6-3,9 миллиарда долларов, на основе продажи 10 тысяч систем Sapphire инвесторы, аналитики и рынок в целом были явно разочарованы показателями прибыли. Проблема заключается в том, что большинство исследовательских центров, которым нужна технология секвенирования генов, уже приобрели ее и у них нет бюджета, чтобы постоянно инвестировать в новые продукты. Менеджер лаборатории очевидно много раз подумает, прежде чем вкладывать от 150 тысяч до 200 тысяч долларов в платформу и выделить от 75 тысяч в год на расходные картриджи. На данный момент компания Illumina владеет примерно 70% всего рынка секвенирования ДНК и генерирует примерно 3,3 миллиарда долларов дохода. Pack Bio, следующий по величине игрок, смогла получить выручку в размере всего 79 миллионов долларов в 2020 финансовом году. Теперь давайте разберемся, с чем был связан скачок котировок в начале 2021 года. Инвесторы вновь поверили в компанию после того, как та провела ряд исследований, демонстрирующих преимущество своей Sapphire над платформой Pack Bio. Не вдаваясь в сложные подробности, стоит отметить, что рынок был поражен производительностью Sapphire и вскоре после объявления результатов тестов акции выросли на 1300% с 50 центов до 7 долларов. Это положило начало серии положительных результатов исследований, которые позволили BioNano продолжать повышать стоимость своих акций даже при привлечении финансирования в размере 350 миллионов долларов. Если посмотреть объективно, то это был спекулятивный рост, основанный на информационных вбросах, а не на фактическом улучшении фундаментальных показателей. Тем не менее, многие инвесторы посчитали, что столь существенное улучшение финансового положения компании поможет ей завоевать рынок медицинских исследований и клинической диагностики. Однако этого до сих пор не случилось. Как мы видим из отчетов компании, рост выручки абсолютно не соответствует росту котировок акций, который был зафиксирован в начале 2021 года. Попытки внедрить оптическое кортирование генома не приносят ожидаемых результатов. После почти двух десятилетий работы, всего 141 системы Sapphire продана или сдана в аренду по всему миру. На данный момент капитализация компании составляет 1,16 миллиардов долларов. При прогнозируемой выручке в 22 миллиона долларов мы получаем коэффициент P на S равный 52. У основного игрока на рынке, компании Illumina, занимающей гораздо более прочные позиции, нежели Bionano, коэффициент P на S равен примерно 13. Это сравнение показывает нам, насколько существенным может быть дальнейшее снижение стоимости акций компании в случае выхода данных о продажах разочаровывающих инвесторов. Вот еще несколько ограничивающих продажи факторов. Во-первых, несовместимость технологий оптического кортирования с другими устройствами в лаборатории. Во-вторых, Sapphire не является лицензионным медицинским устройством в США, что затрудняет его продажу для цитогенических лабораторий, которые имеют дело со страховыми компаниями, уплачивающими компенсацию за диагностические тесты. И, наконец, Bionano является небольшой лабораторией, которая не соответствует критериям, позволившими бы ей стать поставщиком для крупных биотехнологических компаний. Bionano передает свои производственные операции на аутсорсинг ограниченному числу третьих сторон. В документах SEC компания предупреждает, что может столкнуться с задержками и дополнительными расходами, если она сменит своих партнеров-производителей или просто, если ее поставщики откажутся выполнить заказ. На мой взгляд, в силу особенностей рынка, на котором работает Bionano, у нее нет объективных фундаментальных поводов для существенного роста котировок акций, а информационный хайп, который был зафиксирован в начале 2021 года, вряд ли сможет повториться в будущем. Уважаемые коллеги, напоминаю вам о том, что все сделки в режиме реального времени вы можете найти в телеграм-канале, указанном в описании. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать канал и поставить лайк. И как всегда, всем удачи торгов!